сегодня мы с вами будем готовить шаурму по-белгородски все ингредиенты которые нам нужны будут для приготовления шаурмы я оставлю в описании а пока мы будем готовить шаурму ставьте лайк подписывайтесь комментируйте и так начнем картофель нарезаем таким образом чтобы потом отправить его на жарку кому больше нравится фритюр можете во фритюре кому поджарить можете поджарить картофель я уже подготовил добавил куда перец соль паприку подсолнечного масла и все это хорошенько перемешал первым перейдем подготовки самого мяса берем куриное филе и вот готовим его примерно а вот такие вот кусочки и мы добавляем соль перец сюда также добавим красную паприку кто хочет может добавить остринки все это мы теперь перемешиваем пока наше мясо немножко отдыхает мы перейдем к приготовлению соуса берем сметану сюда же добавляем майонез а вообще копейку также добавляем сюда чесночок я буду добавлять сюда буквально 4 зубчика добавляем сюда перец и соль также по желанию кто очень любит зелень можете добавить сюда свою любимую зелень а это может быть укроп петрушка и так далее теперь все это мы тщательно перемешиваем переходим к нарезке плащей под огурчик укатился таким образом нарезаем огурец потом мы его еще будем нарезать кстати вам скажу что картофель шаверму или шаурму кому как удобно как лучше добавляют только в белгороде сколько городах я не был где бы я не был нигде и не видел что добавляли картофель единожды я был в москве не видел там написано шаурмечной шаурма по-белгородски когда я спросил почему именно по-белгородски не ответили что потому что там есть картошка таким образом будем нарезать сейчас огурец нарезали обжариваем на все мясо обжариваем нашу картошечку добавлением масла на сковородку мне нравится вариант жареной картошки в шаурме если кому-то нравится больше в фрикюре можете сделать его в фрикюре также главное мясо не пересушить не пережарить иначе шаурма получится сухая несмотря даже на соус картошечку отправляем отдохнуть на салфетку наше готовое мясо мы мелко-мелко нарезаем после того как мы нарезали мясо у нас уже готов картофель овощи морковка по-корейски соус мы приступаем уже к финальной части берем лаваш а лаваш мы сейчас наливать наш соус промазываем полностью наш лаваш делаем это аккуратно чтобы не порвать выкладываем мясо мясо не берем близко к краю потому что нам нужно будет этот ролл чем закручивать выкладываем картофель выкладываем огурчик помидоры морковь и пах корейски покрываем все это дело плотненько соусом его вот так закручивать и отправляем его на грязь